всем привет уважаемые подписчики с вами армак и сейчас начинается игра против грегори это парнишка со швеции и будем играть по правилам портала herois world игра фановая он впервые играет через онлайн ну это наверное все что я знаю пока договариваемся как мы будем играть подчеркались так что я играю за плот я первым черкала он между цитаделью инферно выбрал себе именно инферно так при рестартах меняемся цветами говорит чтобы было честно но пускай я не против а кстати время обелиски как хочешь и время поставить не забудь соперник решил по накапливающемуся таймеру играть то есть через шахматный таймер и спрашивать что обозначает 3 цифра первая цифра это начальное время сколько дается 2 это сколько приплюсовывается к вам за каждый последующий ход ну а последняя цифра это сколько времени вам будет плюсоваться на каждую битву к общему таймеру соперник взял рестарт на 111 кстати играем мы на шаблоне 2sm 4d то есть стандартный шаблон для новичков раньше по крайней мере он был таковым так ну что после рестарта мы поменялись местами теперь я красный меня немножко не устраивает что проход здесь либо через орков либо через эльфов но пока не будем спешить брать рестарт так ну давайте займемся разведкой так здесь внизу есть блок ухты нычка единорогов есть уже хорошо так не пробился через орду грыженных зомби на родной для них земле бывает так выход выход серьезный это выход к сопернику значит с этой стороны вот так вот по максимуму разведаем да это его инферно зона так а мне значит желательно бы в другую сторону было бежать но ухты и заходит исра но ради такого вы знаете исра станет у меня главным героем так выезжаем сюда отдаем исри артефакт так ну и варамут тут ко мне кожи есть повышалка есть так есть возможность сразу же паникрит здесь с этой стороны что тоже неплохо для нас обязательно усадьба на первый ход брать больше героев наверное нет смысла потому как нет возможности нормально разбежаться так предлагаю пойти сюда паникрит тогда ивар как раз у нас бегает вверх в случае чего так шестерых предлагают нам потерять не горю желанием давайте наверх и плюс ко всему мне надо будет еще как то прикрыться так защищаемся защищаемся наверх тоже наверх отлично прямая стрела можно добивать но наверное пока не буду подожду пока они подойдут поближе а вот теперь можно добивать 7 скелетов хорошо так ну и последнего героя ухты тарасар с баллистой очень полезный герой для нас вот так разгоняемся отдаем баллисту ну в общем то для первого хода этого вполне достаточно думаю следующий ход рестарты буду брать только ну в особо сложных каких-то случаях хотя вы знаете тут наверное один из таких лесные эльфы ладно не буду пока спешить может быть на второй день здесь какие-то обходы найдутся хотя основная наша проблема может быть в том что древесину до сих пор мы не нашли шахту и она скорее всего с правой стороны и прохода к ней у нас к сожалению нет в общем ладно я так подумал несмотря на то что ист разошла все-таки возьму рестарт потому что без дерева за оплот играть довольно сложно с золотом проблем не будет это уже видно вот золото вот золото вот золото здесь отбиваются говорит такой шоколад запорол ну бывает я не специально так ну что у нас в этом раскладе уже он мне не очень нравится здесь виднеется обелиска это значит что здесь будет охрана и не факт что ее можно будет обойти и даже если нужно будет обходить это потеря лишних нуф-поинтов хорошо если охрана будет не сложная плюс идет одна дорога и вот она виднеется вот здесь продолжается то есть она будет змеевидно идти просто вот так вот куда-то там понятное дело что она там будет где-то раздваиваться но надеюсь что она будет раздваиваться вот здесь вот снизу то есть одна часть пойдет сюда одна вниз если нет и мне придется по одной дорожке вот так вот выходить и там где-то раздваиваться это не даст мне возможности нормально разбежаться И выбрать одно из направлений, куда мне нужно будет двигаться Так что пока я больше склоняюсь к рестарту, чем к тому, что я буду играть этот расклад Все-таки разведка и количество разных направлений на первые 2-3 дня играют очень важную роль Потому что именно от этого зависит стратегия игры на том раскладе, который вам в общем-то выпал Ну как собственно игра в карты Ну что, вот и к нам пришел ход Кто там у него еще светится? Алагар Навряд он будет играть, во-первых, не за родного героя, во-вторых, за мага Все-таки шаблон элька Ладно, с эльфами у нас в этот раз хуже, чем было при прошлом Ух ты! И все-таки дорожка расходится у нас здесь, как я и говорил Но тут приходится обходить единорогов Это уже большой, просто огромнейший минус Так, здесь похоже на какой-то выход Да 2049 Есть склеп Здесь вообще просто совершенно неудобно будет обходить через низ Даже не знаю, что делать Так, ладно, еще немножечко стрелков Эх-эх-эх, ну давай сюда Ой, как далеко обходить-то надо Из-за этих гарпий Вот, наверное, из-за гарпий я и возьму, собственно, рестарт И не стану это играть Очень неудобный респ Из-за обелиска Нет Нет, это однозначно рестарт Не хочу это играть Соперник говорит, что не везет ему Ну, вы сами видели Какие нам расклады выпадают Не совсем удачные для игры Мне все разы калху 3 стека гогов заходило Неплохо Так А, красным меня ставят Ну, ладно Что, поехали Блоки стрелки Или просто сильная охрана Спрашивает Ну, например 2049 Гарпий Или кто там у нас еще были Воздушки Да, штормовики Так, и смотрите У нас первый раз 6 эльфов зашло Второй раз 5 Сейчас 4 Каждый раз на одного эльфа меньше дает Это как будто Я не знаю Да, соперник говорит С греженным стеком гарпий неприятно И штормовик Его тоже не любят Ну, понятное дело Ну, а эльфов каждый раз на единичку Меньше, меньше и меньше Так, ну, Роланд принес нам еще эльфов Это уже неплохо Хороший старт Вот уже виднеется золото Причем золота довольно много Так, здесь надо будет страж пробивать Так Так, забираем золото И сходим с дорожки Так, ну, стражи должны пробиваться без проблем Валеска нам 3 стека стрелков принесла Вот огромное спасибо Так, поднимаемся выше Сразу же находится шахта Еще раз вилочки Вот это мне вообще нравится Возле замка сразу же две развилки Очень классно Мне все очень нравится Так Духуныния предлагают принести За вознаграждение Вот это проход к сопернику На инферно-зону Давайте разведаем Немножко территории Что мы видим? Провал нычку, да? Так Но это нехорошо А у нас что никаких нычек не будет? Не хотелось бы Так Куда еще с вами разведаем? Вверх, наверное, сбегаем Угу И здесь змейки Опять не очень приятно Так А лесопилка Я полагаю, что вот здесь находится То есть чертей надо будет пробивать А что нам за артефакт зашел? Бесстрашный хранитель Вроде бы и все хорошо И в то же время не очень Дарить сопернику сейчас нычку Не очень хочу Тем более нычка хорошая Нет Беру Последний рестарт Ну а дальше уже Что зайдет, то и будем играть Соперник говорит, не везет Я видел нычку Вот тебя просто Так, плюсик Какую Провал Говорит, это ж не эфриты С ними только демонить Так, в том-то и дело Лучше провала Только Ай, ну все Просто с провалом реально Можно с первой Недели Ну, крайний срок Со второй Начинать уже нормально Демонить И это все равно, что играть Против некроманта Только вместо скелетов Будут демоны Зря он так Недооценивает Демонение Это очень круто Ну что Смотрим, что нам выпало Соперник стал играть Не взял рестарт Так, удача Плюс один Хороший артефакт С учетом того, что удача Нам скорее всего зайдет По эльфам тоже Все просто Замечательно Так, есть склеп Плюс один К защите А дальше блок И еще один склеп Ну, в принципе Мастер Гремлина Можно пробить И сверху Я думаю Там тоже проход будет Я так понимаю Мы друг друга видим И игра будет быстрой Нет Между нами Сложная Охрана Поэтому Проще В обход Идти Через Легкую Хотя Если Ты ее Пробьешь То быстро Ко мне Попадешь Грыженые чудики Говорит Да А, ну Мне пока еще Не видно этого Не могу Так сказать Так Что тут В принципе Неплохо Там и в обход Говорит Близко Мне пока Не видно Хотя Да Я не должен Тебе этого Говорит Говорит Так Ну что Давайте еще Одного Запустим Вниз Так Ну тут Наездников Надо будет Пробивать Заодно Тогда уже И зомби И здесь Можно Пробить Будет В общем Пока Будем двигаться Хотя И вверх Надо пробить Но Наверное Давайте Будем делать Все Последовательно По крайней мере Стараться Сначала У меня Респ И две Смешки Очень Маленькие Какой Быстрый У нас Соперник Так Наездники На волках У меня Стрелковые Блоки Но Один Из них Я Пробью И Пойду Смотреть Что и Как Конечно Хотелось бы Разбежаться А для этого Мне надо Сразу же Идти сюда Бить Но потом Мне придется Возвращаться Я бы не хотел Бегать Туда Сюда Я люблю Чтобы все Было Последовательно Так Эльфы Это у нас Охрана Парочку Хотя Зачем Я это Делаю Единичек Мы можем Наделать Из вот Этих Ребят Их Недостаточно Для тех Рестарта Говорит Нет До тех Рестарта Это не Дотягивает Потому что Опять же Я говорю Что Мастер Гремлинов Если у вас Есть Кентавры Пробивать Не сложно Потому что Кентавры За два Хода Добегают И блокируют Их Просто побольше Стэков Делаете Кентавров Пускай даже Единичных И все Нормально Пробивается Но раз Соперник Спрашивает Об этом Значит У него Не все Хорошо Как бы нам Стать Давайте Гремлинов Наверное Будем Сливать В этом Бою Два Три Меня Это Не устраивает Выйтимся Давай Наверх Хорошо Блин Надо Было Все Таки Единичку Ниже Ставить Давай Сюда Так И тоже Наверх Дальше Надо Блокировать Проход Снизу Всеми Доступными И недоступными Способами Выйтимся Так Ну то Как я и говорил Съедают Единичек По возможности Так Идем Выше Тоже Тоже Выше И Единичка Все Теперь Просто Будем Их Отстреливать Отлично Давай Наверх Ладно Простоим Выйтимся Даже Выстояли Ребята Вот Какие Молодцы А вот Теперь Их Добиваем Довольно Легко Все Пробилось Теперь Кто У нас Тут Уланд Запускаем Его В одну Сторону Ивар Блин Хижину Ведьмы Надо бы Проверить Но Но Они Так Быстро Конечно Не Дотянутся Давайте Шаг Вбок Сделаем Так А Ивар Тоже Сюда Не Особо Дотягивается Ну Давайте Подготовимся Единороги Хороший Щиток Охраняют Но Это Чересчур Для Нас Блин Не Вижу Нормальных Нычек С нашей Стороны Вообще Ладно В общем Играем Соперник Берет 1 1 2 В смысле 1 1 2 Он Уже 2 Рестарта Брал До Этого Разве Нет Соперник Спрашивает По поводу Того Перехаживаешь Нет Он Уже Похожен А я Что-то Строил Вообще На второй День А У меня Ни на что И не хватало Хотя Стоп А я Разве Ходил Уже Два Дня Я Вот Отошел В первый День Хотя Стоп Разве Я Уже Два Дня Отходил Вроде Только Один Да Только Один Говорит Соперник Куча Загрузок Идет И Постоянно С третьего Хода Почему-то У нас Начинается Игра Хотя Должна По идее Вот у него Второй Ход Начинаться Спросил Спросил Хороший У меня Расклад Говорю Что Ну В принципе Нормальный Он Говорит Ладно Тогда Попробуем Эту Неудачно Как-то В общем После Кучи Попыток Решаем Начать Новую Потому Что Кучу Авто Сейвов Попробовали Кучу Сохранений Которые Игра Должна Была Делать Мне Кажется Какой-то Бак Произошел Потому Что Даже В некоторых Сейвах Получается Так Что Будто У меня На выбор Кирь У него Фиона Хотя Мы Их Не Выбирали Ну К сожалению Периодически Такие Баги Случаются Я Не Знаю Если Честно Как Их Решать И Решаем Или Они Вообще В общем Начинаем Новую Партию Посмотрим Понятное Дело Что Все Наши Предыдущие Рестарты Уже На эту Партию Никакого Влияния Скажем так Не решают Но Все же Какая разница Все равно Играем Фановую Игру Главное Получить Удовольствие Так Интересно Сразу же Адские Гонщие Рядом То есть Быстрый Выход Либо же Быстрый Вход Для соперника Ко мне Это Довольно Опасно Так Клевер Удачи Хороший Артефакт Далее Мелодия Зашла И Шакти Принес Кучу Траглодитов Шакти И Вы Знаете Возможно Я буду Играть Шакти Все Тактика Это Очень И Очень Круто Для Эльфов Хотя Опять же Ивор Чем Хорош Это То Что Во-первых Эльфов Усиливает Понятное Дело Во-вторых Уже Есть Стрельба Что Облегчает Начальную Пробивку Тем более Эльфов У нас Довольно Мало И Плюс Велика Вероятность Того Что Ивору Зайдет Все Таки Удача А для Эльфов Удача Это тоже Очень круто Да и не Только Для Эльфов В общем То Для Любых Существ Бить С двойным Уроном Можно Даже Имея Немного Меньше Армии Чем У соперника Затащить Благодаря Этому Бой И Плюс Артефакт На Удачу Зашел Но Опять же Если Говорить О Плюсах Шакти То У Шакти Уже Есть Тактика А Прикрытие Эльфов Еще Перед Боем Может Очень Сильно Помочь Сберечь Нужные Войска Причем Это Не Только Самим Эльфам Стрелкам Важно Но И Для Прикрытия Каких-то Других Тех же Кентавров Например Можно Прикрыть Гномами Или Кем Нибудь Еще Плюс Велика Вероятность Из того Что Шакти Зайдет Именно Земля Она Ему Очень Часто Заходит Это Тоже Все Таки Круто Ну И В общем Я Не знаю Теряюсь Кого Все Таки Выбрать Из Них Логистика Тоже Частенько Шакти Заходит Так Ну Что Соперник Говорит О Том Что Рестарта У него Не Осталось Респ Маленький Заблоченный А я Вот Не Помню Оставался У него Какой-то Рестарт Или Нет Слил Героя Говорит Об толпу Грыженных Гарпий Вообще Печаль Первый Блин Комом Ну У Тебя Один Один Оставался Вроде Один Еще Хотя Ты Последний Взял На 1 1 2 По Запаре Ну Давай Еще Раз Еще Раз Новую Новый Расклад Будем Считать Техре Просто Столько Уже Черкали Столько Можно Сказать Сил Потратили Времени Хотелось Бы Уже Сыграть А заново Начинать Черкать И все Это Делать Ну Как-то Не знаю Я не Люблю Что-то Начинать А потом Не Доделывать Или Отлаживать Ну Что Новый Расклад А что За Глюк Я не Вижу Охрану Это Прикол Какой-то Как Мне Узнать Что Там За Охрана Ладно Так Два Стэка Стрелков Хорошо Артефакт Подведены Нициманы Восстанавливает Ну Ладно Сойдет Нельзя Сказать Что Он Совсем Ух Ты Какая Нычка Хорошая Ой Красота Это Конечно Радует Так Тут У нас Лечение Все Идем Сюда Следующий Герой Выкупаем С вами Уланда И Уланд У нас Пойдет Уже В другую Сторону По золоту Накидало Вообще Замечательно Так Ну Пока Мне Все Нравится Все Более Чем Хорошо Фьюр Принес Феечек На которых Мы будем С вами Разгоняться Кстати Его надо было Купить Первым Поскольку Я взял У тебя Есть Еще Один Ну Нет Навряд Я его буду Брать Разве Что Солью Где-то Героя Ок Но Я Думаю Он Не Понадобится Ну Элизар Так Ну что Есть Фейки Давайте Разгоняться На Фейках Сразу Ж Шахта Берется Так Нужно Ли Мне Сюда Загонять Двух Героев Это Конечно Даже Не Знаю Так Ставится Усадьба Наверное Больше Героев Мне Пока Не Надо Дополнительно У нас Есть Нычка Единорогов В общем Расклад Очень Хороший Можно Сказать Плюс Я Выкопил Всех Эльфов И Кентавров Которые У нас Были И В Таверне Еще У нас Находится Луна Я Думаю Покупать Ее Или Нет А Второй Уровень У нас Одинаково Построен Или Может Быть Есть А у Тебя Нет Нет Случайно Ну У меня Не Было Ничего Построено Так 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 Вообще Цель Хороший Герой Хочется Купить Но Я Не Знаю Потом Потом Могут Быть Проблемы По Золоту Из-за Нее Не Хотелось Бы Просесть Тем Более Где Брать Золото Я Тоже Пока Не Вижу В общем Ладно Так Единички Будем Брать Адских Троглодитов И Нычку Эльфов Даже Не Знаю Вот Это Вот Меня Конечно Напрягает Похоже На Глюк Какой То Честно Так Нужно Ли Мне Еще Кого То Брать Наверное Нет Мне Так Кажется Или Сначала Пробежаться Мне Здесь Посмотреть Потом Хотя Ладно Идем Сюда Единичку Потерять Не Предлагают Конечно Же Я Не Соглашусь Так Давайте Чуть Выше Отстреливаем Верхний Стэк Выйтимся Отбегаем Для Нас Важно Чтобы В случае Морали Они Не Нанесли Никакого Урона Так Ну Вот Теперь Мы Выкупили Эльфа Уже 24 Эльфа Очень Неплохо Копейщики Ну Давайте Копейщиков На ресурсы Попробуем Пробить 92 Эх Довольно Много Гномы Тоже Не Выдержат Конечно Такого Напора Который Они Тут Могут Навязать Стоим Стоим Закрылись Стоим Так В любом Случае Могут Достать И там И там Возможности Убежать Тоже Нет Надо Я неправильно Сделал Надо было Стрелять По верхнему Стеку А так Сейчас Будут Лишние Потери Вот То О чем Я и Говорил Неправильно Я сделал Ага Убежать Опять Возможности Особой Не будет Ну что ж Значит Тогда Атакуем Кентавров Было Довольно Много Сейчас Я Большую Часть Из Них Посливаю Лучше Бы Наверное Ответочки Снимал Ну Во всяком Случае Мы с вами Здесь Нашли Хотя 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 Тягать С собой Гномов Или может Быть Выложить Фьюр У нас Доходил Вообще Ладно Разгоняться На первый Ход С вами Не будем Так Ну что Давайте Заберем Сначала Ресурсы Кланси Так Забираем Золото Ну и Все Точь В точь Хватило Мувпоинтов Смотрим Далее Верх Прохода У нас Нет Так Нашелся Портал Но Через Стрелков Это Неприятно И Здесь Тоже Стрелки Так А вот Выход Через Зомби На Болото Соперник У нас За Инферно Да Ну значит Вот Собственно Тот Выход Через Который Мы Будем Ити А Соперник Вот Виднеется Часть Лавы Это Значит Что Он Находится Там Так Вниз Проход Есть Я Как раз Боялся Что Его Здесь Не Будет На Всякий Случай Ивара Сюда Подтянул Но Как Оказалось Все Хорошо Так Золото Нашли И Мы В принципе До него Даже Дотягиваемся Опять Так Точь В Точь Так Элизар Смысла Тащить Его Наверх Нет И вообще Героев У меня Даже Больше Чем Мне Надо В Принципе В Таком Случа Элизар Нас Разгонит Так Нам Продвинем Оружие И вот Здесь Вот Я не пойму Что Здесь Все Так Находится Возможно Элизар Для нас Прояснит Эту Ситуацию Похоже Как бы На Колодец Который Повышает Ману Но Я Не Уверен Так Ну и Надо Подумать Что Мы Будем Делать Надо Наверное Пробивать Хоп Гоблина Ветти Так А что Мы Будем Сейчас Строить Угрейдить Эльфов Наверное Мы Будем На Следующий День Так Цитадель Нам Нужна Да Давайте Цитадель Поставим Или Все Таки Мы Пойдем Сюда Пробивать Гнолов В принципе Нам Целую Неделю Надо Будет Что То Заниматься Респ У нас Длинный И Худой Так Что Наверное Все Таки Воспользуюсь Возможностью Пробить Их Но Пробивка Будет На Следующий Ход Ну Все Поехали Дальше Соперник Ходит Довольно Долго Примерно Минут По 11 12 Вот Где-то Так Но Я Не Знаю То Ли Он Много Думает Это Хорошо Либо Ж Просто Долго Ходит Ну Опять Ж В основном Как раз Размышления Должны Отбирать Время В общем По уровню Игры Будет Видно В Финальной Встрече Пока Ходит Соперник Подумаем И мы Хоп Гоблины Должны Пробиваться Без проблем Далее Грифонов Мало И это Хорошо Если Загрейдить Эльфов То Особых Проблем Возникнуть Не должно И Пробивая Пушку Единорогов Очень Важно Будет Для Нас Наверное Выкупить Гномов Кентавров Брать С собой На Пробитие Пушки Единорогов Наверное Не стоит Чтобы Их Не Потерять А вот Гномов Во первых Терять Не жалко А во вторых Они довольно Жирные Для того Чтобы Держать Удары Единорогов В общем Пока Все Для меня Выглядит Именно Таким Образом Я Вот Не знаю Может Быть Заодно И Зомби Пойти Здесь Пробить Для Того Чтобы Как раз Таки Фьюр Имел Возможность Здесь Проскочить Кстати Давайте Нажмем Ф5 И по Клеточкам Посмотрим Будет Ли Возможность Пройти Да В принципе Вот В радиусе Одной клетки Охраняют Все Здесь Элитные Стрелки А значит Здесь Можно Будет Пройти Сверху Таким Образом Чтобы Элитные Стрелки Здесь Не мешали То есть Задача Состоит Лишь В том Да Зомби Будут Мешать Вот так Вот Потому что Их радиус Соприкасается С радиусом Хотя Может быть Вот здесь Наискосок Нет Все равно Он в радиусе Да То есть Зомби Надо будет Можно было разведать Здесь территорию Вполне возможно Что там будет Еще какая-то Нычка Но это Будет Вообще Просто Очень круто И Наверное В ближайшее Время Мне надо Будет Еще и Префектуру Поставить Потому что К концу Недели Мне Нужно Насобирать Золото Чтобы Выкупить Эту Нычку А при этом Мне еще И цитадель Надо Ставить В общем Заданий У нас Довольно Много И Все Упирается Именно В золото По Ресурсам У нас Все Довольно Неплохо Ну да Не хватает Кристаллов Но опять же Строить Пегасов На первой Неделе Я не Собираюсь Для меня Всегда Важно На первой Неделе Это Цитадель Замок Эльфы Ну и Дендроиды Наверное И все Все остальное Там Те же Пегасы Это Идет Только В плюс Но Не всегда Есть возможность Это все Сделать А Дендроиды Они Очень Хороши Как раз Таки Для Прикрытия Эльфов То есть Эльфы И Дендроиды Это Просто Замечательно Если Нет Возможности Поставить Дендроидов На первой Неделе Что Бывает Довольно Редко Ну тогда Нужны Хотя Бы Гномы Они Тоже Жирные И Они Позволят Долгое Время Прикрывать Эльфов Пока К ним Подходят И Даже Если Подошли Так Ну этот Ход Был Побыстрее У Соперника Давайте По Таверне Посмотрим Как Там У Него Дела И На Удивление У него Больше Героев Значит По Золоту Все Просто Замечательно Значит Будет Ити На Вторичку Ладно Так Ну разведывать Дорогу Мы Туда Не Будем Да И Вообще Нам Тут Делать Нечего Ладно Тогда Давайте Вот Так Еще Немножечко Засветим Вверх Возможности Я Пройти Не Могу И В общем То Все Какая То Такая Патовая Ситуация Замедляется Темп Ну Ладно Элизар Сейчас Нам Передаст Армию И Пойдем Иваром Пробиваться Так Двоих Предлагают Потерять Но Я Думаю Тут И Без Потерь Должно Все Отлично Пробиваться Так Немножечко Выше Поехали Выйтимся Выйтимся Тут Мы Закрылись Давай Даже Наверх Чуть Выше Станем Практически Заминусовали Уже Стэки Ну И Все Вот Они Подошли Уже Одного Потерял Да Надо Было Не Бить Ну Кто Ж А Вот И Золото Это Значит Что Сюда Пойдет Элизар Так И Есть Обсерватория Вот Как раз И Золото Там Найдется Просто Замечательно Давайте Идем Сюда Кристаллы Так А На Пегасов 10 Кристаллов То есть Возможно Даже Появится Возможность Поставить Пегасов Что Довольно Неожиданно Для Меня Ну Да Ладно Это Приятная Неожиданность И Склеп Что Еще Лучше Для Нас Так Тут Грегори Что То Вспомнил Так 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 Давайте Вот Так 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 Выйтимся И Давайте Пытаться Гнать Зомби Вниз Они Должны В принципе Бегать За Единичкой Кентавров На этом Шаблоне Если Единственная Дорога В ГО Не Считается Рестом Единственная Дорога В ГО Там Должны Быть По Краям Респа Выходы Выходы По Бездорожью Если Что Так Выйтимся Отступаем Просто Что Что В Правилах Ну Давайте Посмотрим По Правилам Посмотрел Правила Что То Такого Я Не Нахожу Хотя Возможно Плохо Ищу Говорит Да Забей Играем В принципе Пока Я Хожу У него Все Равно Есть Возможность Сейчас Поискать Так Выйтимся Отходим Все Равно Уже Поздно Говорит Ну Как Поздно Никогда Не Поздно Опа И Что Нет Возможно А Я Успею Сбежать Так Что Ничего Страшного Выйтимся Наверх Так И Тут Сейчас Отстрел Должен Идти Хотя И так Да И Ресты Говорит Содрали Соперник Ну Да Реста У нас Было Сегодня Много Довольно Далеко Мы Забежали К Сожалению Давайте Сначала Пробьемся Вот Сюда А Это Наверное И Будет Наш Последний Ход Раз Тво Три Ну Ладно Пробуем Шестерых Говорят Ага Раз Два Три Четыре Четыре Стоим Идем Наверх И Закрываемся По идее Единичку Они должны Будут съедать В первую очередь Поэтому Не должно Произойти Ничего страшного На мой взгляд Так Вот Перестрахуемся Вот таким Вот образом О Еще и Тактика Зашла Отлично Плюс Один Сила Магии Так Разгонять Нас Фьюр Должен Отлично На феечке Он это делает Еще и ртуть С вами Добыли Так Кланси Нужен ли нам Второй герой Здесь С этой стороны Я не знаю Но на всякий случай Подтяну А дедушку Мы с вами Вернем На тот случай Если надо будет Может что-то Отсюда Из главного Замка Подтягивать Так он Будет здесь Практически На месте Так Третий день Есть ли смысл Что-то строить Так По золоту Если Две с половиной Тысячи Потрачу Я останусь Без золота В принципе Сейчас будет Склеп Кстати Я настолько Глубоко Забежал Что Я могу Не успеть Нычку взять Вовремя Единорогов Что-то Я заигрался В общем Ладно Сейчас ничего Мы не строим Не понял Соперник Написал Что ГГ Слил армию На самом Слабом блоке Орде Грейжиных Кентов Да что же Ты так Ну давай Я Загружу Автосейв По другому Сходишь Да Похоже Соперник Не может Свои силы Правильно Рассчитать А при этом Ходит Долго Просто Ты Отрестил Все Мои Шоколадки Говорит Соперник Но Обычно Так и Бывает Что Соперник Отрестит Все Хорошее Такую Раздачу Играть Просто Неинтересно Говорит Не знаю Чем хуже Расклад Мне кажется Тем больше Твой Скилл Проявляется Вопрос В том Что Если У тебя Раздача Плохая У соперника Шоколад Тогда Все Вышел Соперник Тогда Просто У вас Шансов На победу Нет Но Попытаться Пободаться Тем более Шаблон Большой Мы Играем На Эльке Это На Маленьком Шаблоне Да Тот У кого Лучший Расклад У него Сразу Темп Вырастает Он Начинает Быстро Развиваться Приходит И Убивает Вас Но На Большом Шаблоне Все Не Так У Вас Всегда Есть Возможность Побегать От Соперника Дожить До Третьей Четвертой Недели Со Взятием Каких-то Второстепенных Замков А дальше Уже Можно Брать Утопии А Утопии Это Всегда Лотерея Вы можете Выхватить Какую-то Хорошую Утопию Взять Хороших Артефактов А потом За счет Магии Или Силы Той же Армии Попытаться Соперника Победить Армия Сама Очень Многое Значит И Влияет В общем Обидно Что Потеряли Порядка Трех Часов Вообще В никуда И Вот Впервые Мы дошли Вообще До четвертого Хода Это Совершенно Неинтересно Тем более Если бы Соперник Ходил Быстрее Вопросов Не было Никаких А Когда Ты ходишь По Десять Двенадцать Минут И При этом Раз Слился Второй Раз Слился Но Это Несерьезно Уже Так Ну Что Давайте С вами Наверное Загрузим Попробуем Посмотреть Что там Было Такого Плохого Соперника Соперник Извинился Что Мы Зря Потратили Время Так Стоп Это Не Так 113 Вот Это Вот Оно Похоже Вроде Как Да Вот Давайте За него Зайдем Посмотрим Что Тут У него Было Так Это Мы Вот Он Так Респи Правда Очень Маленький Есть Проход Вниз Через Рогатых Демонов В принципе Они Пробиваются Несложно Чарно Было Галтран Ну Галтран Вообще Без Проблем С Таким Количеством Гогов Убивал Демонов Немножко Поконтролить Бы Пришлось Конечно Так Вот Проход Стоп Это Какая-то Не та игра Это Не мой Респ Да Это Явно Что-то Другое Так Оно Так Вот Это Вот Оно Да Да Это Наш Респ Длинный Передаем Ход Вот 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 Это Другое Дело Так Здесь Багнутый Проход Похоже У него Да Или нет Его А ну-ка Корбак Да Нет Прохода Вниз Через Дракона Выход Толпа Огров Но Огров Может оказаться Довольно Много Корбак Нимус Чтобы Эльфов Пробивать Нужны Быстрые Стэки Вот Кстати У него Же Были Мушки Блин Не Мушки Наверное Здесь Навряд Бы Помогли 22 Гога Верху Выходов Нет Никаких Нормальных И Но Вы Знаете И Правда Тут Особо Делать Нечего Вот Реально Хотя Стоп Есть Портал Который Отлично Просто Пробивался Тем Более Прикрытие Есть Да Ну Зря Вот Вот Куда Ему Надо Было Ити А Там Уже Смотреть По Обстоятельствам Что Там С Другой Стороны У Него Ну Что Соперник Сказал Что У него Не Получилось Даже Развести Кентавров Давайте Попробуем Тогда За него Сразиться 1300 Золото И Давайте К Алхам Тогда Сюда Подъедем Так Ученый Он говорил Логистику Ему Вроде Давал В общем Так Мерланда Становись Сюда И Давай К Вот Так А Гогов То Почему Снизу Они же Будут Последними Ходить Среди Всех У кого Пятая Скорость Нельзя Так Так Книгу Заклинаний Даже Не Купил А Почему Гильдия Магов Построена Или Нет Да Хотя Может Он И Брал Ее Перед Тем Как Нападать Ну Ладно Сейчас Посмотрим Так Корониус Корониус Вот Он Становись Рядом Давай Ка Змейку Отлично Дальше Нимус То же Самое Отдавай Змейку Отлично Ну Это Я Просто Набираю Тот Максимум Который Он Мог Набрать Вообще Я Считаю Что Даже С теми Жигналями И бесами Можно Пробиться Если Конечно Их Там Не Под 90 Если Под 90 То Конечно Это Проблема Тут Как Не Крути Так Тут Все Забрали Дальше Заезжаем Так Еще Взяли Адских Гонщих Змейки Берем Книгу Заклинаний Замедление Есть Волшебная Стрела Есть Что Еще Надо Седьмая Скорость Есть Ну Вот Можно Еще Добрать Так Кентавров Для Антиморали Лучше Не Брать Две Змейки Ну Вот И Как То Вот Так Наверное И Бежать Вперед Ну Что Атакуем Надеюсь Что Они Не Проморалятся О Как Вас Много Тут Стало Так Ну Правда Очень Много Их Так У Нас Всего На Две Стрелочки Делаем Вот Так Выйтимся Выйтимся Сразу Пошли Вперед Так Давай Наверх Кстати Разлом Очень Хороший Я Вот Не знаю Какой Разлом Ему Попадался Такой Или Наверх Наверх Змеечка Так Так Их Тут Просто Куча Давай Вот Так Берем Стрелочку И Давайте Вот Этого Что Ли Выйтимся Выйтимся Стоим Минус Змейка Сейчас Они Начнут Бегать Туда Назад Туда Назад Каждый Раз Пока Давайте Завыйтимся Выходить Бить Или Не Бить Давайте Ударим Стоим Стоим Змейка На месте Выйтимся Эх Сейчас Будут Бить По Гнолам Наверное Зря Это Сделал Выйтимся Да Ну Это И так Читалось Давайте Гнола Наверх Теперь Ударим Бесами Стоим Стоим Хотя Можно Было Бить На тот Момент Ну Да Ладно Так Троечка Двоечка Сколько Тут Нас Четверо Да Стоим Нам Главное Подольше Продержаться Вот В таких Разломах Двадцатка Стоим Выйтимся О Как Ударили Да Стоим Поближе Давайте Вот Эту Двоечку Уберем И Продолжаем Стоять Хорошо Выйтимся Стоим Давайте Ослаблять Остальных Потому что Скоро Они Тоже Подойдут К нам Тут Угадалки Не ходи Просто Так Маны У меня Нету Да Ну Понятное Дело Вот Минус Стэк Ну И пока Все Круто Идет Пятерочка Закрылись Закрылись Ну Ну И Все Сейчас Напишу Сопернику О Потерях Так Написал Сопернику Зашло Оружие Давайте Посмотрим Что его ждало С обратной Стороны Гарпи Это Жесть Это Жесть Как же Ему Не повезло То Что Ради Интереса Попробуем И Гарпи Пробить Хотя Мне кажется Тут Шансов Немного Просто Как Завершающий Этап Будет Сегодняшнего Видео Опять В комментариях Напишите Что Ой Как Все Быстро Закончилось Ох Не Надо было Ману Хотя бы Пополнить Тогда бы Хоть один Стэк Мы с вами Еще могли Заминусовать Давайте Сюда Поближе Встанем О Еще и мораль Ну все Это Все Ладно Идем Наверх Змейка Вверх Чтобы Отвлечь Гарпии На себя Ну и Все Гогам Тут Придется Самим Разбираться Да Тут Тупо Забодают Очень Сложно Тут На что То Рассчитывать Вы Все Сами Видите Тем более Они Они Не Получают Ответки И Это Для Них Просто Огромнейший Плюс Ну в общем Да Расклад Соперника Был Я Согласен Очень Сложный В любом Случаю Портал Пробивался Несмотря Ни На что Но Это Все равно Ничего Собственно Не Давало Ему Так Что В общем Да Наверное Он Правильно Сдался Да Не Наверное Правильно Что Я Могу Сказать Ну Бывает Нужно С умом Распоряжаться Рестартами Потому Что Рестартить Нужно Только Те Расклады Которые Реально Плохие Если Вы Хотя Можете Нормально Разбежаться Есть Нормальные Выходы С Респа То Вполне Можно Надеяться На То Что Один Из Соседних Респов Будет Очень Хороший Или По крайней Мере Даст Вам Какие То Преимущества Потому Что Поверьте Всегда Может Быть Еще Хуже Либо Нужно Рестартить Те Расклады Когда Вы Видите Что Сопернику Зашел Какой Классный Героя У вас Наоборот Нет Но Это Больше Относится Когда Вы Играете На Фул Рендоме То На Случайными Городами Случайными Героями И Там Уже Как Повезет А Так Ну Я Даже Не Знаю Что Тут Еще Посоветовать Я Уверен Что У него Были Какие То Варианты Получше Среди Тех Раскладов Которые Мы Сыграли В Принципе Я Там Могу Сейчас Каждый Из Раскладов Проверить Но Я Не Думаю Что Это Вам Будет Интересно Просто Напросто Самой Игры Не Получилось Ну Что Ладненько Спасибо За внимание Ребят Всем Пока С вами Был Армак Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Принимайте Участие Вопросах В нашей Группе Вконтакте Кстати В который Раз Повторяю Вам О том Что Хочу Организовать Турнир Для Новичков Поэтому Все Желающие Оставляйте Заявочку Либо Здесь В комментариях Либо В группе Вконтакте Там Идет Голосование По поводу Того Нужен Ли Вам Чтобы просто поиграть Познакомиться Ну и Особенностью Этого Турнира Будет То Что Каждый Из Игроков Обязан Предоставить Трансляцию Того Как он Играет Для Двух Или Одного Комментатора Который Будет Комментировать Эту Игру И Собственно Снимать И Предоставлять Вам Потом Для Просмотра Я думаю Вам Было Интересно Посмотреть С Двух Сторон Как Играют Соперники И Сравнить Их Темп То Какие Приоритеты Они Ставят Задачи Их Стратегии И Все В таком Роде Ладно Не буду Вас Дальше Томить Простите Что Вот Такая Игра Получилась Не От Меня Это Зависело Ладенько Всем Пока